Привет! С вами Game Club Pub. Полчасовые ренты на самые разные темы и немного игровых новостей. Раз в неделю мы обсуждаем всё самое важное из того, что произошло за последние 7 дней в игровой индустрии, и стараемся не унывать. Меня зовут Николай Лапко. А меня зовут Николай Третьяков. Это подкаст Овертайм. Всем привет! С вами снова Овертайм. С вами Коля Л, Коля Т. И в гостях у нас сегодня Илья. Илья, привет! Всем привет! Вот Илья нам расскажет, как всегда, про Нинтендо. И я надеюсь, про что-нибудь другое тоже поговорим. Потому что есть повод на этой неделе. Нинтендо Лаба поступила в продажу, ну, уже не на этой, 20-го числа. Но Илья уже успел наиграться этим картоном и расскажет нам о нём. Но сначала, как всегда, нужно рассказать о том, что у нас было за неделю на канале. А на канале у нас было, например, видео про Фрост вообще. Мне кажется, неделя была замечательная насчёт релизов. Так что обратите внимание на Фрост Панк. Посмотрите наше видео, если пропустили. Это стратегия про город в снегах. И, значит, там температура опускается сначала до минус 40, потом до минус 60. А под конец игры, говоря, до минус 150. Я даже не представляю, как там всё это происходит. Вот, потому что пока что мало наиграл. Но, как бы, оценки там и всё такое не дадут мне соврать. Игра хорошая. Вот. Далее было видео о Lightfall. Платформере с интересным гиммиком. Я такой в других платформерах не встречал. У главного героя просто есть с собой своя платформа, которую он может там ставить прямо перед собой. То есть он может прям, не знаю, лететь, короче, над уровнем. Прыгать со своей платформы на другую свою платформу и так далее. Вот. Он может там с помощью неё... А? Это оригинально, да. Я согласен. Я просто думаю, что у меня опыт небольшой в платформерах. Я думаю, что где-то это уже было. В ранних мегаменах можно было платформу ставить, я точно помню. Ну, то есть не так быстро, как в Lightfall, конечно. Но там была такая пушка, которая стреляет платформой, по которой ты можешь идти. Ну, да. Я помню, такие вот штуки, которые, да, можно было где-то ставить или стрельнуть. Помню, в Бэтмене для NES была пушка. Нет, всё пропало. Всё зависло. Всё нормально, всё работает. Окей. У меня уже пора. Короче, это... Короче, да, в Бэтмене для NES была такая штука. Там можно было стрелами стрелять в стены, а потом на них прыгать. По-моему, там, да. Ну и тут, да, тут ещё можно с помощью этой платформы оперировать всякими механизмами. В общем, интересная штука, но... Я про Frostpunk не сказал. Про Frostpunk там, короче, replayability не очень высокая. То есть, там игру заканчиваешь, есть пара сценариев чуть-чуть других, но, по сути, там не то, что вот SimCity, да, и так далее. Другие полноценные, так сказать, городостроительные симуляторы, вот. А Lightfall вообще очень коротенькая, как сами разработчики говорят, там, часа на 4, на 5 часов игра. А потом спидран-режим можно задрачивать и там collectibles собирать, но игра небольшая, сама по себе. Вот. Ну, там ещё есть... Я думаю, там немножко гнетущая атмосфера, и туда не всегда хочется возвращаться. Это случай, танцующий в темноте, который уже не раз упоминался, да, типа, фильм хороший, там этот Фонтрейер молодец, Бьорк молодец, но второй раз смотреть неохота. Типа, вот тоже, ну, такой нахрен мрачняк. Я просто не знал, что там будет минус 160, казни диссидентов и всякое такое. То есть, они... Не, ну, это не обязательно. То есть, я вот там выбрал путь Веры и, ну, в общем, Юнити, ультра-хардкор. Я надеюсь, я надеюсь, что так и получится закончить игру. Но посмотрим, посмотрим. Ладно, да, что там было после Lightfall? После Lightfall я посмотрел на Hearthstone, новый режим PvE. Короче, опять же, против боссов в Ведьмином лесу. На монстров охотятся, типа. И я должен сказать, что да, там приключается всякое. Там такие комбы бывают очень-очень клёво, очень динамично. И, опять же, напомню, абсолютно бесплатно. Потому что нет никакой причины не поиграть, если вам карточные игры хоть немного нравятся. Вот. Посмотрите. И вчера я что-то... У меня жена с ребёнком уехали в гости. И я решил на часок постримить Синтетик, которая, как известно, пока что Гути 2018, по моему мнению. Я вчера даже заходил, посмотрел на стриме. То есть, очень прям это всё динамично там происходит. И Коля такой крутой дошёл там до какого-то дальнего уровня. Айтемов набрал. И в итоге, в итоге умер за полсекунды. И вот меня в руглайках всё время это так обламывает, что потом думаешь, блин, ну, опять заново всё. Ну, там нет, за полсекунды меня спустили до одного хп, а потом я такой, типа, дерзкий и решил не ждать, пока щит восстановится. И вышел из-за угла. И, конечно, меня тут же застрелили, так что не делайте так, да. Вот, ну, посмотрите, потому что я помню, когда я выпустил видео, а видео там, короче, успешное, там, 5000 просмотров у него сейчас, я не знаю, нормально так. Вот, то в видео я не сильно много показывал вообще, как игра, что там происходит. А здесь вот целый час геймплея, практически с самого начала забега до самого конца. И, в общем, да. Всё, короче, 4 видео за неделю, прям я план перевыполнил. Так что на следующей неделе ничего не знаю, ну, посмотрим. Ладно, да. Ударно. Давайте, давайте про Нинтендо Лаба, потому что... Чё, чё, Илья-то будет молчать сидеть? Давай, Илья, рассказывай, как вообще долго это всё собирать-то? От чего это зависит? Чёрт, Илья, Илья, как меня предупреждал, что у него с виндой неполадки, так что... Беда, беда, давайте, давайте, короче, перейдём к следующей теме, может, Илья, я к нам вернётся. Чёрт. Коля. Коля, алло, Коля тоже выполнил редакционное задание, так сказать. Он поиграл в Детройт. Да, я выполнил редакционное задание. Честно говоря, я один раз эту демку прошёл, потому что она очень нервная. Нервная, и если вы там... Ну, там, Андроид захватил девочку, удерживает её в заложниках, и надо пойти поговорить с Андроидом. С этим. И, как бы, переговорщик тоже Андроид. Ну, если вы не в курсе, потому что я уверен, что большинство из вас, конечно, уже знает, что там происходит. Ну, много можно что сказать по поводу... Дэвида Кейджа? Да, ну, по поводу Дэвида Кейджа, ну, в принципе, все знаем, что он такой, там, довольно... Члены рисуют и рассылают. Внутри своей компании. Ну, там было... Ну, это попозже, попозже. Да, он такой... Да, он самовлюблённый, он помешан, да, на кино. Но это вот очень, на самом деле, губит игру, потому что мы должны собирать улики. Мы должны там по всему лазить, внимательно смотреть, а время уходит, и шансы там наши успешно переговорить с Андроидом, они падают. Нет, я, конечно, понимаю, что это реальная там ситуация такая. То есть нам нужно смотреть улики, когда нам говорят, что там иди, блин, на балкон замахал уже. И, соответственно, мы улики смотрим. Там шанс растёт, но время истекает, причём это на самой казуальной сложности, и вероятность там успешно поговорить, она падает. Вот, это так порядком раздражает, и самое главное, что здесь вот камера, она играет роковую роль, потому что это полутёмная квартира. Камера может только инвертироваться, там, по-моему, к ключевой кнопке. И, ну, миникарты, понятно, нет. Это там тоже синематик, экспириенс разрушает. И, в общем, в итоге это несколько чересчур более нервно, чем должно быть. Вот, чем, на мой взгляд, это должно быть. Ну, это такая сцена, я думаю, потом в игре, ну, гораздо больше спокойных сцен, да? Я не то, что особо спокойно, но очень как-то всё это... Ну, то есть без тайм-лимитов и так далее. Ну, с другой стороны, конечно, тайм-лимиты, конечно, нужны. Если бы там была бы потолковая камера, но так как камера почти не двигается, то ты очень сильно ограничен. В своём понимании того, как эта квартира, где андроид там убил родителей девочки и ещё полицейских потом он валит, как она вообще, эта квартира, организована. То есть это достаточно всё... Ну, как я понимаю, опять же, на реплеабилити там всё заточено. То есть эта демка, она короткая довольно, и... Да, и в конце демки тебе показывают решение, которое ты выбрал, по пути, там, в общем, как всё могло кончиться. Ну, то есть там все скрыты, там другие скрытые концовки. Это на самом деле очень прикольно. То, что тебе вот это вот всё вот показывают. Потому что действительно, вот Таня, например, сказала, что там дух захватывает. Потому что у меня ведь кончилось всё чем? Что андроид спас золотую рыбку. Может быть, с этим связано. Он спас девочку, он толкнул другого андроида, этот Конор, этого Дэниела. Сам погиб. Девочку спас. То есть, в общем... Ну, у меня тут число показывают. Я включил видос со всеми концовками. Показываешь тут, значит, лицо умершего андроида. Мишн Саксэсфул. Да, ну да, да. Там у меня была, да, Мишн Саксэсфул. Там можно, наверное, как-то всё было ещё лучше сделать. Но я не стал ещё раз проходить. Потому что не хотелось, чтобы девочка падала. А, ну и, соответственно, Дэвиду Кейджу, вот при всём там, ему надо отдать должное, хотя он вот делает камеру кинематографическую несвободную. Но зато у него вот сильная черта, что это воспринимается как неплохой сериальчик хотя бы. Ну, и как там может быть кино. Но как неплохой сериальчик это воспринимается. Поэтому, в принципе, так Детройт, он очень даже... Ну, за камеру я, кстати, норм. Я понимаю, потому что, скорее всего, там техническое ограничение. Если разрешить перететь как хочешь, игра бы, наверное, не выглядела так круто. А игра выглядит очень неплохо, я так считаю. Ну да, это на меня. Домашние интересуются, не снято. Но там ещё темно, поэтому может показаться, что это вообще... Ну да, когда темно так удобно, да. Снято на камеру, это вообще вот. Вот, и самое... Ну, единственное, что Кейдж там, он умеет там эти сцены, в общем, все режиссёрить. Но слабое есть, конечно, слабый, на мой взгляд, момент. Там очень всё вот дубово. Ну, как бы спас рыбку, у тебя сразу там на экране вырисовывается сбой в программе. Там пожертвовал с собой, чтобы спасти девочку. Сразу там сбой в программе. То есть у нас, как бы, я понимаю, конфликт такой будет проходить через игру, что сбой в программе против... Ну, как сказать, против самопожертвования, против любого проявления эмпатии, сбой в программе. Ну, то есть, в принципе, уже, как сказать, это хочется сказать моментально all exploitable на это. То есть всё, как бы, достаточно прозрачно. Ну, с другой стороны, может быть, и может быть, и хорошо, что прозрачно кто-то узнает. Ну, короче, да. Демка довольно интересная. Несмотря на то, что ты Дэвид Кейдж, она доступна всем, у кого есть PlayStation. Так что вперёд, как спада, можете сами оценить. Или на YouTube посмотреть. Ну, а перед тем, как мы перейдём к следующей теме, в догонку к этой есть Detroit Developer Quantic Dream «Suse French Media over Articles on Toxic Work Conditions». То есть, Quantic Dream студия, она решила сделать так. Ну, короче, когда это было? Несколько недель назад? Когда опубликовали статью о том, что... Ну, нет, уже пару месяцев, да? Ой, ну, мы уже давно это обсуждаем. Ну, да, ну, пару месяцев. Но будем считать, что пару месяцев. Мне кажется, вот так субъективно, чисто это месяца полтора. Но это вот это... Ну, да, где-то так. Короче, выяснилось, что, да, действительно там тактичные, короче, Conditions в студии Quantic Dream, и там рисуют всякие карикатуры, друг на друга рассылают по внутрикорпоративной социальной сети, не знаю, и некоторым людям там некомфортно работать, вот, особенно женщинам, например, и что этот, значит, сам Дэвид Кейшин там относится к своим сотрудникам как... Ну, в общем, никак к равным людям. Совсем. И теперь, это случайно, а? Брэд Ворделл еще один такой чувак, он бы сказал, что, а мы и не равны. То есть, ты, да, когда там пиарщица-то домогался, что, типа, я там имею право домогаться, то есть, да, хочу есть белок и буду. То есть, у него как, ну, там, вот это, у Монти Пайтона есть просто скетч вот этот про то, что закон это не запрещает. Если я съем пару белок, кого какое дело. Ну, там, конечно, ну... я могу выйти на этот, на любой авеню и застрелить человека, и ничего мне не будет. Как сказал один президент. А это кто сказал? Трамп сказал. Трамп сказал. Ты не слышал? Нет. Ну, это как-то давно было, на самом деле. Ну, то есть, не в бытность президентом. Я просто, это, я... все, я вспоминаю... Ой, ладно, я забыл. Забей, забей. Ну, короче, да, выяснилось случайно, Джейсон Шрайер, наш Катаку друг, выяснилось случайно о том, что, точнее, кто там был, был его корреспондент. Где тут написано... Где тут написано, кто это был? А, ну да, собственно. И, в общем, сам Шрайер. И он выяснил в разговоре с журналистом, что на них там подают суд, а потому что, ну, Quantic Dream подает, потому что никаких, вообще там, пресс-релизов на это чуть не было. Вот. И потом другой журналист Катаку, Сесилия Диана Стаччо, я не знаю, прям как-то так читается, она спросила у Дэвида Кейджа, мол, что за дела? И перед тем, как пиарщик Соня успел его остановить, он сказал, что, ну да, мы их, короче, сейчас засудим. Вот. Насколько я знаю, сколько я прочитал из комментариев в интернете экспертных, во Франции довольно жесткие законы по поводу всяких, значит, обвинений в СМИ таких, бездоказательных. И, типа, если у чужих журналистов не получится доказать то, что они там написали по информации из своих источников, ну, возможно, они и проиграют. Вот. Но возникает вопрос, я бы, Контик, Дрим, что вы вообще делаете? Ну, то есть, это, по-моему, как там пишут люди, как пишет Джейсон Шрайер, по-моему, это первое, первый случай, когда студия, ну, видеоигровая, она подает в суд на журналистов видеоигровых. Вот. по-любому поводу. И, тем более, там, из-за какой-то критики. Вот. То есть, я вообще не вижу в этом смысла. Ну, то есть, если бы я командовал, если бы я был Дэвидом Кейджем, вот, если у меня там, ну, в студии действительно Taxi Conditions, я бы, ну, просто сидел молча и ждал бы, пока все рассосалось бы. А если бы и нет, ну, в принципе, и тоже бы, потому что, ну, опять же, подавать в суд на журналистов, как-то, по-моему, не слишком умный поступок. Ой, ну, как сказать, это, то есть, требует, это, может быть, не... Сам Кейдж, он такая порядочная, я извиняюсь, он же Давид Дегру... Дегру... То-ля... Он, ну, я не знаю, он очень... Может быть, он был не в духах, я один раз в жизни видел, все время этим хвастаюсь. Еще и братьев... Я там, на той же выставке видел братьев Уайнзов и с ними поговорил, вот почему-то это... Я пытался их заставить сфотографироваться с GameXen, и набежали белые такие среднезападного вида тетки-юристки и отогнали меня, и они уже почти... Метод мелкий уже взял в руки журнал. Я думал, что Исупов премию мне выпишет. Ну, я, конечно, не об этом думал, я хотел, конечно, Моячеславие двигало, ну, и, в общем, я хотел ради журнала постараться, но не вышло. Да что касается Кейджа, тем не менее, ну, блин, либо он сам, либо, может быть, либо это Сони, может быть, там, ну, из пятишка там. Ну, не знаю, Сони, мне кажется, тоже такая фигня не нужна. Может, действительно, вот Кейдж, он похож на человека там с горячей головой? Сказал, давай, подавай, обратно, дороги нет. На самом деле, он достаточно производит печенье хлам на кухон, но, наоборот, он такой, очень, чувак, который очень любит себя, очень он, и вот его, вот эти вот, он, у меня такое впечатление, что он, он не понимает с большой буквы, то есть, вот ему там, вот говорят, что Кейджу говорят, что у вас там ЛГБТ, там, плохое отношение к ЛГБТ людям, он говорит, а мы работаем с Эллен Кейдж, который известный защитник ЛГБТ прав. Ну да, у меня друг негр еще там. Да, у меня друг негр, то есть, это типичное поведение человека, который не понимает капсом. Да, да, ну, короче, да, пока никакой больше информации на этот счет нет, я думаю, скорее всего, мы еще долго про это не услышим, потому что такие судебные тяжбы, они быстро не решаются и вообще никто не гарантирует того, что там, ну, итог. В славной, в славной французской республике нет прецедентного права, но это будет, ну, как сказать, даже в странах, где нет прецедентного права, это такое, такое, как бы, дело, ну, просто, если Кейдж выиграет, это будет не очень хорошо, потому что, то есть, журналисты, они даже ценой, если даже журналисты врут, то некоторые журналисты и не врут, то есть, мне кажется, что да, лучше, когда законы, они играют в пользу свободы слова, даже если бывают какие-то перехлесты, чем владельцы студий будут иметь возможность затыкать рот абсолютно в любое время всем, кому угодно, потому что в данном случае с этот, сори, сладчайший Дэвид, он занимается именно вот такими делами, он занимается затыканием ртов, дэмидж, занимается дэмидж-контролом, это как бы в общем, ну, то есть, дэмидж-контрол, то есть, он должен, мне кажется, что он должен себя включать работу какую-то, а именно работу по улучшению положения, потому что, ну, не могут все эти люди, то есть, очернять нахреном сдалось очернять этого вот конкретно чувака Кейджа, то есть, ну, он не вперся никому, ну, вот так, грубо очень говоря, я думаю, со мной, да, уважаемые слушатели со мной согласятся, что Дэвид Кейчников, в общем-то, не все. На это и да, вожжу на ноте, закончим тему про Дэвида Кейджа, я надеюсь, что вы про него тоже достаточно наслушались, и к нам вернулся Илья, ура, мы решили технические проблемы, я надеюсь, вот, и он все-таки расскажет нам про Нинтендо Лаба, Илья, давай, сколько ушло времени на сборку, что у тебя там есть? Да, ну, короче, Нинтендо Лаба, я, в общем, сразу могу сказать, что это охрененная штука, да, если вдруг вы ожидали что-то другое услышать от меня, вол, и, в общем, ну, сколько на сборку, сразу скажу, что мы собрали еще, ну, мы, я имею в виду, я с дочкой, да, собрали еще не все, мы собрали, по сути, только вот эту простую маленькую, ну, роботомашинку, и большой этот дом в Кавкат, вставляется сюда, то есть, дом собирали, ну, часа три, и это такое, прям, предприятие серьезное, да, ну, то есть, тут за несколько дней их все даже не соберешь, ну, если у тебя там какие-нибудь неограниченные ресурсы времени, то есть, это все из одной коробки, которая, это все, набор номер один, да, это набор вот этот, который Variety Kit называется, набор номер один, он, коробка, вот, на самом деле, меня удивило, когда я ее в реальности увидел, она реально здоровенная, я, ну, как-то не представлял, насколько она, ну, ну, не то, что прям, то есть, она плоская такая, да, но в ней вот сколько-то там, 20 или 30 этих листов картона уложены, плюс там еще сверху всякие запчасти, ну, такая внушительная коробочка, вот, но я не знаю, наверное, стоит пару шагов назад, если вдруг кто за новостями не следит вообще, что, что такое Labo, там, в двух словах можно сказать, то есть, по сути, это картонная периферия для Nintendo Switch, и про это уже все давно со всей своей шутерой. если для Wii там выпускали кучу всяких пластиковых штук, в которые вставлялся Wii Mode, вот, то Labo это просто листы картона, которые вы покупаете у Nintendo, ну, там, с картриджами, со специальным ПО, ну, вот, ментал-френдли. Да, их можно заменить другим картоном вашим, если там что-то с ними случится. Можно, можно просто, да, взять кучу своих коробок и все сделать. Но вот здесь проблема, кстати, такая, что в eShop'е Labo не продается, то есть, ты не можешь купить просто отдельный софт, и сам, сам сделать себе эти... Для начала придется купить коробку, по-любому. Да, в любом случае, в начале придется купить коробку, то есть, это, по сути, вот, с другой стороны, недавно появились слухи, в смысле, не слухи, а информация о том, что Switch там взломали окончательно, и Nintendo никак это не сможет... Ну, вообще, это получается, все-таки пиратство, так что нет, покупайте картон сначала в Nintendo. Подпирайтесь в картон, это уж совсем как... Ну, то есть, подпирайтесь в плот для картона, ну да. Ну да. Значит, что по впечатлениям, да, ну, то есть, опять же, что происходит? Вот, ты покупаешь этот набор, и там вот плоские листы картона, огромное количество, и есть вот в этом наборе, который, опять же, в Array Etiquette, там пять основных девайсов, которые предлагается из них собрать, и... там все прорезано в этих листах, то есть, просто выдавливаются вот эти все заготовки, сгибаются в нужных местах, для всего этого видеоинструкция вот в этом... в игре на картридже все это демонстрируется. Ну, то есть, в принципе, вот эта сама игра, сам софт, туда, когда заходишь, он разделен на три раздела, Make, Play и Discover, да, вот в разделе Make, соответственно, там просто инструкции, но они такие, это не то, что видео, это такой... этот... Ну, я видел пошаговые с анимациями, то есть, да, с анимацией, ты можешь туда-то, туда-обратно, ты можешь мотать туда-обратно, да, но ты можешь еще крутить камеру, ты можешь там по-всякому это все, с любой стороны смотреть, как тебе удобно, где там что сгибается, ты можешь даже камеру завести внутрь Joy-Con, и тебе там микросхемки будут показывать, как кто-то обнаружил, лол, то есть, это очень продуманно все. Ну, как я понял, ничего резать не надо, типа, ну, ножом для бумагида, резать, ничего клеить не надо, все в комплекте есть, и единственное, то есть, что там участвует, кроме картона, это вот, ну, там немного резиночек лежит, которые тоже там в нужных местах надо ставить, и какие-то... Ну, и еще, да, эти светоотражающие стикеры, на чем, собственно, вся магия строится. Вот, как, ну, я расскажу про этот дом, да, то есть, собирается вот здоровенный такой корпус, то есть, ну, такой домик, с четырьмя стенами, как там, типа, кукольный какой-нибудь, и в него вставляется, вот, вместо одной стенки спереди свитч, и вот в этом, в разделе play, во втором разделе, ты уже из... Когда ты собрал девайс, ты туда заходишь, и включаешь саму игру, которая под этот, вот, под эту периферию подходит, и вот в этом доме там материализуется какой-то такой шарообразный, хвостатый чувачок, у него там комнатка, все такое, то есть, она соотносится с размерами дома, да, ну вот, как-то так это выглядит, и помимо самого дома, ты собираешь еще три девайса, которые вставляются к нему сбоку, там, в окна, вот, типа, ну, они немного по-разному работают, там, один это как ключ, там, поворачивается, у него внутри, как раз резиночка, которая, ты его когда повернул, отпустил, он обратно отщелкивает, да, вот, там, как у удочки такая штука, которую крутишь, и она щелкает, тоже там за счет того, что там такой картонный язычок внутрь продет, и он постоянно щелкает, когда ты, ну, то есть, это само по себе, без всякой, без всякого хай-тека, забавно, как это собирается, но, вся магия происходит именно, когда ты вставляешь, вот в это отверстие, там, вот через каждый, через вот эти все три девайса, там такой штырь пройдет, который насквозь проходит, и у него на конце как раз эти светоотражающие стикеры, и сверху в доме у тебя стоит Joy-Con, который светит инфракрасной камерой внутрь, туда вставляется эта штука, он считывает, какие именно он видит эти, ну, это отражающие фиговины, да, и вот у тебя прямо на экране в этом доме материализуется там, допустим, выключатель, и ты его вот, то есть, ты один кусок картона вставляешь в другой, при этом ты можешь на этот картон нажать, и на экране происходит, то есть, в этом доме виртуальном происходит какое-то действие, да, ну, там, выключатель, меняется день-ночь, там, кран с водой, да, ты крутишь, начинает вода идти, там, эта фигня, эта глазастая одевает, плавательный круг, и начинает там по комнате плавать, все такое, круто, ну, это первый уровень, да, а потом ты вставляешь с двух сторон одновременно, и переносится, то есть, как бы активироваться такие мини-игры, то есть, в частности, там, по-моему, вот из этих трех, опять же, айтемов, которые вставляются с боков, там есть одна кнопка, которая, ну, на нее можно нажать, да, она пружинит, но не за счет резинки, как раз за счет просто картона, там, при сборке, там, четыре таких картонных полоски, которые разжимаются, ну, короче, неважно, кнопка, и с другой стороны вставляется этот ключ, их можно комбинировать, то есть, их три девайса, ты можешь их комбинировать, соответственно, там есть несколько комбинаций, несколько мини-игр, вот, в частности, когда вставляешь вот то, что я сказал выше, да, существо переносится в какую-то шахту, в вагонетку, начинает ехать, ну, то есть, там, какой-то Донки Конг, по сути, да, у него там кристальчики, которые надо собирать, и бомбы, от которых надо уворачиваться, и ты, нажимая на реально картонные, ну, реферирую штуку, да, ты прыгаешь, нажимаешь на картонную кнопку, он подпрыгивает, то есть, ну, это звучит, ну, довольно тупо, да, но это, блин, офигеть, как у тебя, ну, звучит так, что картон быстро может износиться, вот эта кнопка картонная, он, конечно, может износиться, да, может. Ну, с другой стороны, заменить себя, наверное, не слишком сложно. Я не знаю, я смог бы я его как-то сам заменить своими силами, потому что, ну, даже если где-то взять коробку, то она, скорее всего, будет не той толщины, там как-то это надо будет все напильником обрабатывать, но теоретически, конечно, возможно. Ну, если ты говоришь, что полоска, какая-то кнопка просто из полоски картона, это, наверное, не слишком страшно. да, ну, то есть, там такие, там ключевые детали, которые изнашиваются, производства. и в принципе, то, что там она, ну, да, если она там перестанет нормально пружинить, пружинить, да, то будет, как-то это уже отдача, задержка, ну, короче, не суть. Вроде как, вот, в Британии, там я какие-то читал обзоры, у них там вроде как даже официально продаются наборы с запчастями, я ничего такого не видел. Ну, ну, вот, до нас не довезли, похоже. зависит от продаж, и Nintendo, наверное, не ожидает у нас высоких продаж, Nintendo вообще, наверное, не ожидает высоких продаж от Labo, потому что, вот, по результатам первой недели, там выяснилось, что, ну, ну, такие вот, в Японии не продали все, что привезли в магазины, короче. Это как раз, по-моему, наоборот, говорит о том, что они в Японии ожидали высокие продажи, потому что я видел магазины, фотографии, фотографии магазинов японских перед стартом продаж, у них там прям целая стена была завалена вот этими коробками, и очевидно предполагалось, что все прибегут и унесут, да, и продали не все, да, то есть это, с одной стороны, такая новость была, что вроде как разочаровывающий старт, но с другой стороны, в том же японском чарте, вроде, в первую неделю лаба выше, чем God of War, да? Ну, даже в британском, там я посмотрел, Святослав Торик пишет в твиттере, в британском чарте на третьем, какой-то из картонных наборов на третьем месте после God of War и Far Cry 5, то есть в принципе, ну да, не, нормально, нормально, и так сказать, ниши вор, ну, 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 это будет смотреть, что там будет на следующей неделе и так далее, но, как бы, к слову, там прям хит, миллионы продаж, но это понятно, что это совершенно нишу историю, и до этого было понятно, да, сначала мы само об этом и говорили, да, вот, то есть, к слову, о чартах и God of War, да, очевидно, что это не видеоигра, если вы любитель видеоигр, то купите God of War, да, если, то есть, это такой экспириенс, вот, ну, странный, да, опять же, если у вас дети есть, но дети не особо маленькие, конечно, потому что там предполагается, ну, вы, конечно, можете писать, ну, у меня, у меня есть коты, но я их прячу, да, вот, насчет котов забавно, вот этот маленький этот робот, который самый первый собирается, самый простой, который там просто надо согнуть, жижитый ездит, да? Да, жижитый ездит, ну, то есть, это было очевидно, что он жжитый ездит за счет этого HD Rambla, ну, по ровной поверхности, то есть я вот пробовал на линолеуме, он как-то не особо хорошо поворачивает, вот, но на свече, у тебя, по сути, когда ты запускаешь этот режим, да, у тебя две большие кнопки, там, жужжать правым джайконом и левым, и, соответственно, ты так регулируешь, как он едет. Он, соответственно, ну, назад он сдавать не может, он только может поворачивать и... Вот. Но если ты там нажмешь еще одну кнопочку в уголке, то вот эта вся фигня, ну, на экране свитча раскладывается, и у тебя по центру включается инфракрасная камера, и она начинает прям тебе показывать, то есть этот робот едет, поворачивает, и ты видишь, то есть ты можешь быть в другой комнате, ну, то есть инфракрасная камера, она, конечно, довольно херовая по качеству, но ты можешь ей пользоваться ночью, я думаю, того же кота можно вообще шикарно... Сидеть за кота в ночь. Ну, то есть это вот... Ну, так я... Да, что коту этот робот как-то не очень... Не очень взбудрил. Мы ему, да, ну, я не знаю, коты разные бывают. Ну, да, я в Твиттере видел там всякие картинки, в общем, не собирайте лабо, если у вас рядом кот, но кот может... Мы как раз собирали, у нас рядом лежал кот, и он... Ну, если вообще... Зависит от кота, конечно. Я бы не рисковал. Ну, да, риск, конечно. И тут, помимо того, что, в принципе, да, надо от таких рисков прятать, есть еще вот подводный камень в том, что ты, когда это все собрал, это... Я еще даже... Ну, мы еще не собрали ни удочку, ни пианино, да, эти штуки еще больше, чем этот домик, и вопрос, куда это все девать. То есть, ну, допустим, ты потратил время, собрал, потратил время, поиграл, ну, либо ты, ну, понимаешь, что, там, ребенку твоему это уже больше никогда не понадобится, и несешь на помойку, да, лол, либо надо какую-то полку реально подать, потому что оно реально объемное, обратно ты его не сложишь в плоские листы, в коробочку не запихнешь. Это, ну, целое, целое дело, короче, придумать, куда это все положить. Ну, да, нужно, нужно место. Я так понимаю, что дополнительную, там, повесить полочку под это самое, оно, наверное, будет. Ну, да. Опять же, и как я понял, вот в третьем разделе, там, где дискавер, да, там можно потом все эти штуки, ну, как бы, все, все от вас зависит, что вы там напрограммируете. То есть, вот это было, в принципе, удивительно с самого начала. Они, когда анонсировали в начале-то, они про это ничего не говорили, что там есть... То есть, у них, по-моему, просто такой слоган. Они просто не фокусировались, да. Make, play, discover, да? Ну, или не было. Ну, короче, что, что, вот, меня смущало, что они вроде говорят, что вот, используйте свое воображение, а не очень понятно было где, потому что там, по сути, ты все по инструкциям только собираешь. Вот, но есть, действительно, этот третий раздел, дискавер, в котором там даже не суть в этом гараже, ну, вот, то есть, там есть этот гараж, в котором реально есть возможность так визуально программировать вот эти девайсы. То есть, я вот заходил туда, смотрел, там, ну, такой вот, ну, в кавычках больших язык программирования, да, блоками. Ну, да, да, визуальное программирование простенькое. Да, 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 и в то-то, ну, там даже, там даже, ну, есть какие-то варианты, типа ветвления, допустим, там по дефолту, когда туда только заходишь, там у тебя есть две кнопочки, и тебя там, для примера, просят соединить, и вот на, ну, то есть, кнопочка, это, имеется в виду, на экране такой квадратик нарисован, да, и ты его соединяешь с блоком, допустим, вибрация левого джейкона, да, потом нажимаешь play, нажимаешь на экране на эту кнопочку, и у тебя жужжит этот джейкон. Ну, то есть, вот такого типа, и плюс там, ну, и всякую музыку можно на это ставить, и показывают они сами Nintendo, для примера, что можно те же самые собранные девайсы из вот этого стартового набора вот таким образом перепрограммировать, чтобы они, ну, друг по-другому работали, да? То есть, по-разному комбинировать, ну, и свои какие-то тоже. Ну, на самом деле, я так понимаю, что креативитит, ну, ограничение довольно расплывчатое, то есть, я видел в Твиттере, там, конечно, люди начали музыку всякую, включать лоссы, рисовать даже, вот, но на этом же, на этом это далеко не предел, как я понимаю, то есть, ты можешь, вот, свободу, которая дает программирование в этом третьем разделе Discover, ты можешь совместить с тем, что, собственно, ты можешь делать собственные любые изделия из картона, там... Я видел... Надо даже нож призабачить, например. Да-да-да. Я видел, например, забавный пример, ну, тут картон даже особой роли не играет, но там чувак сделал имитацию вот этой игры, как, ну, вот, нинтендовские эти мини, как они называли, Game & Watch, да, которые у нас как электроника были в Советском Союзе, да, там, где надо было чувака, который из горячего здания выпрыгивает, его надо было по батутам довести до безопасного места, и, то есть, он порезал в картоне по форме вот этого силуэта чувачка, да, вот сколько их там надо, чтобы весь этот путь, и снизу, соответственно, чуваки с носилками. И это все, он, ну, вот этот один лист картона положил сверху экрана свеча, и у него подсвечивались в нужный момент нужные силуэты, да, и, то есть, это, ну... Это реально была вот эта вот игра таким образом сэмулирована. Ну, то есть, фантазии, если есть, то... Ну, потому что, да, все-таки, наверное, на джейконах, в джейконах и инфракрасная камера, и HD-рамбл, и кнопка хватает, то есть, из них можно сделать всякое. Да-да-да, и я вот еще хотел сказать насчет этого раздела Discover, что помимо вот этого гаража, который там, ну, он даже там так припрятан, да, то есть, ты когда заходишь в этот гараж, там у тебя есть несколько секций на выбор, про что ты хотел бы узнать, то есть, по сути, этот раздел, он как бы информационный. Ты там можешь, вот, нажимаешь, допустим, про джейконы, и там несколько топиков, по которым тебе... Ну, не то, что там какую-то лекцию рассказывают, а там есть, ну, как это у Нинтендо бывает, там есть такие персонажи веселые, которые сначала тебе представляются, как их зовут, ты им сам с ними... Ну, там, выборы вариантов диалога, да, ты с ними разговариваешь, и они тебе начинают рассказывать, и нет, и вот это вот, с одной стороны, очень клёво, с другой стороны, у меня здесь основная претензия ко всей... ко всей этой фигне, потому что она на английском. Ну, то есть, у меня с этим нет проблем, но это всё таргетируется определённо на детей. Они вот задержали релиз на неделю, европейский. И, ну, обычно релизы европейские задерживаются, потому что нужно делать локализацию, да. Ну, не на неделю, обычно они дольше задерживаются, потому что много языков, всё такое. Здесь они, скорее всего, по каким-нибудь логистическим причинам задержали, фиг знает. Но надежда была, да, но в итоге они выпускают всё на английском, и, ну, окей, в Штатах там всё хорошо, в Британии, наверное, всё хорошо, но вот из всего остального европейского региона твой ребёнок в, там, 7 лет 8-9, он не будет знать, ну, он вот ничего из этого не поймёт, а там реально очень забавно, то есть я вот это всё считаю, там объясняется про инфракрасный свет, там про то, как он отражается, ну, то есть вот все эти принципы там, ну, то есть реально физика, она так весело объясняется, они там друг друга подкалывают, все эти персонажи. Круто. То есть помимо того, что ты вот занимаешься вот всем этим физическими девайсами, которые ты собираешь, там тебе ещё и просвещают, но, к сожалению, без локализации это всё нахер никому не надо, то есть... Ну, надо с родителями сидеть, короче, которые знают, да. Ну, я же не буду переводить и по ролям за троих персонажей это всё перед ребёнком разыграть. Давай, давай, давай. Нет, я, конечно, могу попробовать, да, но это же всё равно не то. Ну, ребёнку интересно самому тырко что-нибудь читать, то есть там выбирать, опять же, варианты ответов. Ну да, да как-то странно, на самом деле, почему они не сделали. Мне кажется, это прям вообще очень... Ну, самая большая проблема, которая с этим всем есть. То есть они реально очень много сами времени на это потратили, очевидно, и таким образом они, да, большая часть своей аудитории вот это всё не... Ну, может, может, тупо не успели. Посмотрим, если она будет хорошо продаваться, я думаю, может, всё-таки сделают потом. Ну да, может быть, какой-нибудь апдейт, будет, да, из eShop, с другой стороны, а в eShop этой игры и нет, поэтому фиг не, ну, а я не знаю, как там на Nintendo работает. Если в eShop игры нет, то обновлений для неё нет? Не знаю, потому что все игры обычно есть в eShop. Да, Nintendo... В общем, решай, решай вопрос. У нас никто из Nintendo не слушает, как-то можно сказать. Да, 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 я вот тоже хотел сказать, что вряд ли нас кто-то слушает, тем более кто-то решение может... Уже и Vren не передашь. Вот Vren бы не допустил. Без локализации выручать. То есть тут вопрос не в том, что нет локализации как таковой, то есть, и, допустим, вот она была в ZELDE, она была в Mario, она была клёвой, на хорошем уровне, в ZELDE особенно, потому что, ну, Mario там переводить особо нечего, да? То есть вопрос не в том, что её нет просто, а вопрос в том, что вот в этой игре она точно нужна, она нужна сильнее, чем в ZELDE, потому что ребёнок, ну, не будет он... Ну, то есть хотя бы тексты могли бы уже... Так там только и есть тексты. А, ну, тем более, там даже никто не говорит, так тоже... Понятно, что перевод текстов это тоже не, не там, не день, но... Нет, конечно, но... И я уверен, что там прям не слишком много текста, да? Да, конечно. Ну, то есть они умудрились запустить Breath of the Wild на двух платформах единовременно во всём мире со всеми языками. Блин. А с... Больше внимания... Нет, ну, нет. Понятно. Уделили. Понятно. Ну, просто, ну, это же такая очевидная вещь. Ну, посмотрим. Посмотрим. Nintendo, значит, обновляй. И без eShop. Ну, надеюсь, дорогие слушатели, что вам про Nintendo Labo стало всё ясно. Мне, например, кое-что, кое-что прояснилось, да? Я надеюсь, что... Когда-нибудь, когда-нибудь... У меня ещё маленький, слишком ребёнок. Вот. Ну, я надеюсь, что эта идея, она будет развиваться, и там ещё через пару лет, когда у меня дочь подрастёт, ну, возможно. Там, поиграем в Nintendo Labo 3 или типа того. Из чего он там будет сделано? Не знаю. И что из него можно будет делать? Будет забираться в большого человекоподобного картонного робота. Да. Ну, там... Потом, не знаю, выйдет Nintendo Switch 2, который можно будет делать, значит, запихать в VR-шлем из картона. И там будут везде потом уже 3D-принтеры, и, короче, о-гу-гуа. Ну, вот я ещё ещё хотел сказать, что, в принципе, вот эта вся магия вот этих всех... Ну, то есть, мы примерно понимаем, как это работает, все эти рамблы, все эти гироскопы, все эти инфракрасные камеры, но здесь они прям вот... То есть, вот этот весь целый раздел есть посвящённый тому, как тебе на пальцах объясняют, как это работает. Что вот инфракрасный цвет, он излучается из вот этих лампочек, которые под вот этой вот плёночкой скрыты на джойконе, они прям даже показывают его в разрезе, типа, вот отсюда они светят. Ну, вот это... Ну, это не то, что даже ребёнку, а, ну, мне самому это интересно почитать реально. То есть, чтобы вот это примерное представление, оно как-то конкретизирует. Ну, короче. С одной стороны клёво, с другой стороны обидно, что... Ну, ладно. Ну, да. Давай. Не, нормально. Это же очень интересно. Просто я повторю свою обычную там эту мантру про Нинтендо, что Нинтендо всё вообще воспринимает как... как игру. Вот это... То есть, она делает игрушки, по большому счёту, которые прикольные. Вот. И поэтому она вот сильно отличается от Майкрософта и от Сони. И поэтому Нинтендо, очевидно, она будет, ну, существовать очень долго. А также, в общем, опрос, кажется, геймеров или геймерок проводили, кого предпочитают, поклонников какой консоли предпочитают, ну, в качестве романтического партнёра и победили любители Нинтендо, потому что они просто интересные люди. Ну, правильно, потому что они имеют фиграцию. Не знаю, если бы этот вопрос в России проводили, какие были бы результаты? Ну, не знаю. В России только PlayStation, наверное, знают сейчас. Ну, да, то есть... Бокс 360? Ругаются из-за... Всегда ругаются из-за PlayStation. Последние, там, эти блокировки, никто про... Ну, не знаю, может быть, Xbox и проблем не было в работе, но... Ну, да, до этого мы ещё дойдём. У Xbox там, конечно, преимущество. Ну, да, вот действительно нет, наверное, в игровой индустрии большего разрыва философии и подходе там, и к тому, что вот компании делают, чем сейчас между Microsoft и Nintendo, когда Microsoft там выпускает игры как сервис и так далее, а Nintendo выпускает картонки. Игра как игры, да. Да, и картонки как сервис, короче. За 10 баксов в месяц вам заметят любую деталь. Вот, а ещё там за 15 баксов в месяц ещё и помогут собрать, не знаю. Nintendo, в общем, да, она старается интересной штуке делать и удачи им. Следующая тема про StarCraft, Blizzard Block, чуваки. Но неоднозначная, неоднозначная тема. 9 лет или сколько? Где-то так, наверное, 9 лет, как там люди пишут, Blizzard обещала на протяжении 9 лет начать продажи карт, которые делают, собственно, игроки, юзеры в StarCraft 2. И вот всё-таки наконец-то начала с двух карт. Одна называется Arkstar, а вторая, как там называется, DarkStrike, то есть Arkstar — это прям пошаговая RPG про процессов. Вот. И Darkstar — это мультиплеерная штука с интересными режимами. Короче, платные моды в играх Blizzard. Вот так вот. Если подумать, то есть когда-то Bethesda там пробовала, и точнее она пробовала один раз, потом второй раз, второй раз до сих пор пробовать. Не знаю, как у них там. Там, по-моему, закончилось руганью и криками. Ну, второй раз... С Bethesda. Первый раз закончилось, когда в Steam было, да, они сказали, ну да, мы там сглупили, вот, но потом же запустили вот этот Bethesda Creation Club, и до сих пор он работает, но не ясно, как бы, что там, какие у него вообще успехи, какие там моды появляются, и когда там продавали за 5 баксов просто набор брони, ну, как-то скучно. Вот. А здесь за 5 баксов вы получаете, вот, в случае Arkstar, там, полноценную такую инди-RPG с высоким production value, скажем так, и поддержка, и все такое прочее, комьюнити, и часть этих денег, там, ну, естественно, как всегда, не говорят, какая часть, но пишут, что, типа, большая часть этих денег отправляется автору, в отличие, я не помню, сколько Bethesda давало, по-моему, там, что-то типа 30% автора, не могу точно сказать, не подготовился к подкасту, вот, но, да, дает большую часть, и я, в принципе, как и с платными модами, не вижу большого, короче, большой проблемы в этом, вот, но люди, естественно, уже начали в интернетах писать, что типа, а вот раньше мы моды у нас были бесплатные, мы качали карты на халяву эти, ну, ну, такое, в общем. Ну, люди, мы же знаем, что люди, они всегда, в общем, ну, иногда люди играют конструктивную роль, иногда, но я не очень. Ну, да, то есть... Мне кажется, с платными модами все время одна история, то есть, это вроде как хорошо, чтобы люди, которые что-то делают, получали деньги, но видимо, это надо просто с самого начала выводить, а не в уже давно существующих играх, в которых сто лет уже бесплатные моды и люди просто не понимают, чего они теперь должны начинать платить. Ну, в тех играх, в новых там, которые вот, если ты так делать, то комьюнити не будет развиваться, да? Ну, ну, черт его знает, не, ну, если сделок стар, она не была никогда бесплатная, привычка на самом деле великая вещь, потому что и люди вот, грубо говоря, злобно пукают именно из-за этого, потому что ты привык всю жизнь, что у тебя было так, теперь тебе... Ну, да, если логически, логически подумать, то как бы, какой смысл в сопротивляться, то есть, не то, что... Ну, люди работают, люди получают за это деньги. Blizzard предоставляет им... Blizzard предоставляет им для этого платформу и ассеты, и они, собственно, ими пользуются, и Blizzard начисляют за это деньги, тоже какую-то долю, и если вам просто не нравится эта штука, то и не покупайте, это же никак не влияет на ваш экспириенс в StarCraft 2. Вот. И там, ну, ну, то есть, вот, 5 баксов за мини-инди-рпг, наверное, ничего, опять баксов за набор Power Armor в Fallout, ну, это, наверное, как-то дохера. Ну, каждый сам для себя решает, короче. Вот. Ничего прям такого, inherently evil, то есть, злого по... как это перевести, я даже не знаю, ну, короче. Ну, как это сказать, злого, то есть, inherently evil. нету, просто, просто, да, привычка ломается. Если у вас есть, конечно, там, какие-то интересные доводы и аргументы, то вы в комментариях, пожалуйста, выражайте, но я вот лично я не вижу причин, да, не вижу причин прям паниковать, то есть, Blizzard там, когда сделают StarCraft 3 и все моды будут платными, для начала нужно, чтобы она сделала StarCraft 3, а это, как бы, никто не ожидает ближайшего. Там, не знаю, StarCraft 3 это вот очень интересный момент, в том плане, что история это вообще-то закончена. Она... Ну, неоправедливо. Там перезапуск сделать, что нам? Что нам? Риткон еще раз уже Медсин не помешает, вот, то есть, Медсин ушел, там, в Overwatch, короче, как его, Майкл Чу, по-моему, или, ну, в общем, фамилия Чу, а имя я забыл. Кот из дома мышь в пляс? Да, он там сразу начал херачить редконы везде и говорит, что Дива, на самом деле, это не StarCraft Pro, а просто там ProGamer без всяких StarCraft. Все такие, чё? Когда, когда этого персонажа анонсировали, она была, значит, мастером зерграша и все такое, ну, в общем. Это долгая история, это уже слишком, слишком вглубь мы Blizzard Block изобрались, вот, на самом деле, у нас все-таки про платный модный разговор был, а, я не знаю, что еще добавить, ну, то есть, у вас есть какие-то дополнительные мысли по этому поводу? Мысли? не знаю. Не знаю. Вот, ну, то есть, да, чуваки, вы нам пишите в комментариях, но мы считаем, ну, в основном, ну, и Чувихи, пусть, да, и Чувихи тоже, но в основном это оправдано, вот, что там, что там дальше, дальше лутбоксы, тоже хорошая тема. Значит, в Бельгии за лутбокс теперь можно присесть в турму. Вот, если, да, наши победили. Ну, так, ну, так, пока, ну, то есть, посмотрим. В общем, бельгийская комиссия по азартным играм, гэмблингу и так далее, она посмотрела на 4 игры, Counter-Strike, Overwatch, FIFA и Star Wars Battlefront. Ну, Battlefront съехала, потому что на момент рассмотрения в ней ничего не было, никаких микротранзакций. Вот, они говорят, что окей, она может гулять, вот, но все остальные 3 игры, комиссия на них посмотрела, сказала, чуваки, это, короче, ну, гэмблинг, то есть... Учитывая, что с Battlefront вся эта движуха и пошла, да, они еще и отманы. Нормально, да. Съехали, вот, а, как известно, в Counter-Strike можно из коробки, из ящика получить скин и продать его на торговой площадке, если скин там окей, то можно продать его, например, за 5 штук баксов и так далее. А в FIFA и вообще насчет FIFA я не знаю, можно там обмениваться карточками игроков с другими игроками или нет, я даже вам не скажу, но в Overwatch нельзя никак, то есть в Overwatch ты просто покупаешь, что там выпало, ну окей, хорошо выпало, порадовался, нехорошо, ну и... вот. Неважно, считают бельгийцы и то, и то, и другое, это все гэмблинг и должно регулироваться как гэмблинг, вот. И тем компаниям, которые им дали срок 4 недели или типа того, и уже неделя прошла примерно, если через 4 недели они, значит, это все не уберут своих игр, то либо штраф до 800 тысяч евро, либо до двух лет турмы. Ну, для кого как бы не ясно, да? Это непонятно, да, для кого. Они лично гейба будут сажать на 2 года, если он... Ну, кого-нибудь, не знаю, найдут, то есть корпорацию не посадишь, можно штрафовать. Но 800 тысяч как бы не звучит, да, много для Blizzard, но с другой стороны, как там подсказывают, опять же, экспертные комментаторы в интернетах, которые, которые, я не, я не, которые предупреждают, что они, как это, I'm not a lawyer, вот, они не адвокаты. Да, я могу, кстати, сказать интересного про Бельгию, что именно они притянули Пуста Пиночета, и потому что бельгийские законы, они такие прикольные, что тебя к ответственности могут привлечь, даже если ты там делал что-то плохое не в Бельгии. Вот такие вот они бельгийские интересные чуваки. Так что не делайте ничего плохого, а если сделали, то не едете в Бельгию или вообще в Евросоюзе, но, понимаешь, это пока все только в Бельгии, да, да, я, ну, не договорил, что, если что, можно вот эти 800 тысяч штраф назначать каждый месяц, каждую неделю, а потом каждый день, ну, то есть, если кто-нибудь совсем в Бельгии, вот, и каждый день 800 тысяч евро платить Blizzard, естественно, наверное, не захочется, то есть, прибыль от лутбоксов в одной конкретно Бельгии, да, наверняка не превысит 800 тысяч в день, вот. этому проще забанить Бельгию, кто знает, никто не знает, что будут делать вот с FIFA, с Counter-Strike, с Overwatch, да, то есть, из-за одной Бельгии убирать из игры вот весь этот, короче, или перерабатывать систему, чтобы продавать, ну, без лутбоксов, то есть, напрямую скины продавать там и так далее, никто же, естественно, наверное, не будет, заблокировать покупку микротранзакций в Бельгии, ну, наверняка, там, плотин, короче, возможный, возможный путь, но Бельгия, она же на этом не останавливается, то есть, Бельгия это часть ЕС, и они там сейчас продвигают тему, чтобы сделать так, чтобы этот, вот этот вот закон, он и, и классификация этих игр, как гемблинга, он работал по всему ЕС, и тогда придется блокировать покупки во всем ЕС, и, наверное, это уже, ну, серьезно ударит по доходам от лутбоксов, возможно, возможно, в Европе сделают так, что, ну, именно в Европе будет отдельная монетизационная модель, то есть, можно будет все покупать напрямую, а, значит, мы, там, сидя в России, в Беларуси, наткнут, естественно, всем на лутбок, в смысле, как, всем властям, на лутбоксе какие-то, то ваше там окружках на срай, и мы будем смотреть с завистью, там, что они, значит, напрямую все покупают, как хотят, а мы такие, почему, это же, это же для регионов, если такое изменение сделает, то для всего европейского, ну, ну, да, за техни, как бы, технический вопрос не ясен, могут Blizzard сделать для всего региона, могут там по конкретной каждой стране как-то пройти, черт его знает, это же неизведанная территория такого раньше, ну, то есть, было, когда там, вот, Китая изменила, изменили закон по поводу лутбоксов, сказали, что чуваки, надо, значит, проценты показывать, и Blizzard сказал, окей, мы будем продавать в Overwatch, там, вот эти кредиты, за которые можно скины напрямую покупать, внутриигровые, но они продавали, типа, 5 кредитов плюс лутбокс, а лутбокс, типа, в подарок, ну, вот, и получалось, что они не продают лутбокс, а продают, как бы, вот эти кредиты, а 5 кредитов, ну, это ничего, там, скин стоит легендарный 1000 обычный, а ивентовый, там, 3000, вот, то есть, ты, по сути, ты покупаешь лутбокс, и опять, кредитов, это так, вот, но, благодаря этому, они обошли закон, и им, ну, не обязательно было разглашать процентики, того, что там, как выпадает, вот, так что, по странам, они могут делать изменения, вот, но, опять же, там, все-таки, ну, Китай, это такая штука, там, у них отдельный клиент, отдельный, издатель всех игр, Blizzard, как называется, NetEase, да, и, наверное, там изменения, все эти, произвести проще, чем, отдельно, по странам, ЕС, и так далее, вот, и, опять же, это все касается Overwatch, а что насчет Counter-Strike, что насчет FIFA, я даже, я даже себе не могу представить, как там это все работает, и, потому что, не особо знаю, не особо разбираюсь, если, опять же, вот, там, у нас эксперт есть, прийти в комментарии, вот, рассказывайте, мне интересно, что вы по этому поводу думаете, то есть, ну, осталось несколько недель, и потом мы, короче, увидим, то есть, как минимум, для Бельгии, какие-то последствия должны будут, появиться, и очень интересно, очень интересно это посмотреть, вот, орков там, опять же, запретят продавать, орков уже же не продают, но у него орков они продают, они до июля еще будут продавать орков, вот, они сказали, что, ну, мы, конечно, это, но до июля еще попродают, вот, вот, вот такая, вот такая штука, да, Бельгия, молодцы, по-моему, еще какая-то была, страна из ЕС, может Нидерланды, и там тоже сказали, что лотбоксам нет, и все такое, и они сейчас вместе с Бельгией будут там Еврокомиссию, или, я не знаю, какой орган там нужно уламывать, чтобы все эти правила ввели по всему ЕС, Godspeed, не то, чтобы я хотел скины отдельно покупать по 5 баксов каждый, и не то, чтобы я был там лично сильно оскорблен лотбоксами в Overwatch, но я понимаю, как бы, смысл того, как они работают, эти лотбоксы, если человек там, он, ну, зависим на ментальном уровне от гемблинга, он может покупать лотбоксы, и так покупать, и покупать их, пока там, не знаю, пока деньги не закончатся, или во многих случаях, пока не закончатся занятые деньги, там, деньги с проданных всяких, не знаю, домашних вещей, и так далее, он все будет покупать, и покупать, так что да, лотбоксы, это, конечно, варовать кредитки у родителей, да, не идеальный, наверное, ну, то есть, для, для игровых компаний, конечно, идеалит по законодательству, но не для потребителей, так что посмотрим, посмотрим, гуманный, да, мы будем пристально следить за событиями, вот, скорее всего, коснется, как бы, и нас, так что, что там дальше, дальше скучная тема, я не знаю, то есть, может, есть кому что сказать, показали трейлер, Shadow of the Thumb, Tomb Raider, нового, новой игры, про Лару Крофт, которая, вот, там, кто-то правильно в Твиттере сказал, что, значит, релиз, этот, ребут, 2013 года, мы расскажем историю о том, как Лара Крофт стала, значит, Tomb Raider, потом, Rise of the Tomb Raider, 2015 года, или какого она была, мы расскажем настоящую, историю о том, как вот Лара, она прошла свой первый, там, первый квест, короче, ну, первое приключение, и стала Tomb Raider, и, ну, если вы созвучите слово, ребут, там, упирать, то, можно сказать, что заребали, просто, ну, да, ну, то есть, я, я не могу себе представить, более скучного примеса для любой игры, вот уже, ну, вот уже третий раз, про одно и то же, об одном и том же, и игра, судя по превью, та же самая, и эстетика, там, и Лара выглядит так же, и вот, и она убивает, опять же, там, сотни плохих чуваков, мужик-песов, да, мужик-песов, и так далее, и, ну, блин, ну, сколько можно, вот, и, но с другой стороны, с другой стороны, в этот раз, разработкой занимается студия, айдос Монреал, которая, Deus Ex Mankind Divided, видимо, они там, ну, сказали, что, чуваки, третий Deus Ex, пока не будем, ну, вот вам Лара, ну, неизвестно, хорошо это или плохо, ну, да, черт его знает, ну, то есть, другие люди этим всем занимаются, и сценарий, пишет другой человек, а не, Риана Пратчетт, которая, конечно, в которой папка был крутой, но мы были, ну, но читать это было невозможно, в первых двух Tomb Raider, не знаю, как с вами, читать и слушать, было как-то сложно, то, что, как там люди, короче, говорили, это, ну, это было совершенно не похоже на правду, ну, как, на мой взгляд, вот, конечно, и, ну, то есть, это, в отдельности, оторвано от самого геймплея, и так далее, да, просто вот сценарий был так себе, что еще хотел сказать по этому поводу, а, да, превьюшечки вышли, от Еврогеймера, Писегеймера, и там прочих, вот, и там пишут, что, ну, во-первых, да, что игра это то же самое, что и раньше, а, во-вторых, там показывали начало игры, более-менее, и там такой линейный отрывок длиной, 45 минут или час, и он был довольно глючный, там как-то было все так неудобно, некомфортно, и я, честно говоря, ну, ну, вообще, в игровой журналистике редко видишь превью игры, особенно такого калибра, когда в прямом тексте пишешь, что-то с ней и так с игрой, вот, как-то не очень. Достаточно сказать, что даже Антон Логвин его не понравил. Ноль дней без Антона Логвинова в подкасте. Антона пригласить будет. Ладно. Вряд ли Антон придет. Короче, да, Лара что-то, ну, блин, Айдзамон Реаль, они, конечно, умеют игры делать, несомненно, но я вот не уверен, что они с Ларой смогут что-то сотворить с этой. Ну че, ну черт его знает. Как-то, как-то это все не, не, не выглядит успешным, короче, мероприятием. Вот, когда она там выходит, я уже забыл, осенью, да, или в августе. Кто тут, кто-нибудь пишет тут об этом? Давайте, помогите мне превьюшечки. Не, не написано точно. Ладно, не важно. Вот, на самом деле, просто, да, опять же, если вы там большой поклонник Лары, то пишите нам в комментариях, почему мы тут все не правы, не правы, вот, но впечатления такие. Там, опять же, open world во все поля будет, несмотря на то, что превью линейное, вот, потом все-таки open world и, ну, эх, эх, сколько можно? Лар, опять же, после вот этого недавнего фильма, ну, вообще, лучше, я тоже не смотрел, потому что, ну, себе дороже. Лучше хорошее фильм посмотреть. Грустно. Не, то есть, там это Алисия, как ее, Викендера, она норма, и все, но просто, я даже не знаю, сколько можно мучить, я вообще, у меня очень сильный, вот, против ребутов, очень, вот, вот, я тоже, я сказал, что у нас есть, у нас есть Uncharted, и я понимаю, что нам нужна бы игра, в которую вот и женщина, собственно, тоже как, как Нейтан Дрейк, или как Индиана Джонс, только женщина, но для этого есть, там, зачем ее ребутить, да, уже, ну, ну, для этого, сделайся, надоели уже своими семьями, то есть, когда были вот эти, изометрические лары, ну, там, несколько лет назад, это было более понятно, они, конечно, не особо продавались, они были дешевенькие, такие, типа, даже почти инди, вот, но они были про то, как, собственно, от больших, там, каменных шаров, надо убегать, и, значит, головоломки решать, а здесь, вот, это вот, грайми, атмосфера, когда, ай, это совсем не то, короче, это вот, Лара, не так, ну, я, я не могу себя назвать, прям, там, фанатом, короче, франчайза, с 90-х годов, но, блин, все равно, это, никак-то неправильно, ладно, релиз 14 сентября, вот, спасибо, да, я тоже, все-таки, все-таки трейлер, мне подсказал, как раз тут, вот, и, опять же, с другой стороны, если это поможет, Айдес Монреалин, там, не сдохнуть, и потом, все-таки, сделать Делос Эксту, и, пускай, делаю, пускай, продают, вот, это вот, тем, кому нравится, да, следующая тема, более веселая, Галенкин нам пишет, опять Галенкин в подкасте, ноль дней без Галенкина, что Steam Spy Service, не сдох, ни в коем образом, и, благодаря гению, Сергея, который, там, когда-то, на похожую тему, писал диссертацию, но не дописал, у него теперь есть новый алгоритм, который, о машинелернинге, ой, черт он знает, естественно, нам никто не расскажет, какой там алгоритм, я себе представляю, конечно, если, в этой статье, он упоминает машинелернинг, ну вот, да, то есть, раньше алгоритм, собирал данные, из открытых профилей, в Steam, ну вот, а теперь, он собирает, косвенные, данные всякие, и это, конечно, ну, вот, на это было бы интересно посмотреть, он говорит, что, уже, спрашивал чуваков, и говорят, что, цифры примерно совпадают, да, 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 но алгоритм вроде как работает более-менее хорошо, он говорит, что в 90% случаев, когда он спрашивает у людей, по его информации, да, все нормально, там, в пределах ошибки 10%, но, но, в остальных случаях бывают моменты, когда, ну, различия между реальными данными, и данными алгоритма, гораздо больше, поэтому, ну, в общем, этот, опять же, алгоритм, он говорит, будет постоянно улучшать, твикать, и в будущем посмотрим, самое главное, что, ну, короче, все будет кое-как работать, сейчас там в Steam Spy показывается количество покупателей у каждой игры в, ну, таком, с таким большим разбросом, ну, вот, а если вы даете, значит, Steam Spy денег на Патреоне, можно получить более точную цифру, более точные показатели от, собственно, этого нового алгоритма, но, там, никто не гарантирует, как раньше, ну, раньше тоже никто не гарантирует, но теперь же точно, что эта, вот, цифра будет, похоже на правду, но, как тут пишет, собственно, где, где тут было, вот, да, как пишет нам Сергей, что благодаря старому Steam Spy, вот, небольшой издатель, решил, значит, снова заняться видеоиграми, или, не снова, неважно, и без Steam Spy, этого издателя бы у нас, не было, или, какая-то, значит, Индия, студия из Берлина, она изучила рынок с помощью Steam Spy, показала там, значит, ну, в общем, благодаря статистике с Steam Spy, получила грант на разработку игры, и таких историй очень много, и, в общем, Steam Spy, важная штука, как мы уже говорили, он же хотел закрыть совсем для публики, вот, информацию, то есть, вот я слушал какой-то из подкастов, после того, как Valve этот API поменяли, и он сказал, что, ну, раз Valve меня так не любит, я, я все закрою, только, только за много денег буду, ну, немного, в смысле, они рассказывают, что там есть система аналитический, которая прям за совсем много денег, ну, да, типа NPD, я не знаю, ну, да, очень, очень дорого берут, SuperData, вот он, ну, видимо, тут в этой статье как раз пишут, что надо все-таки к Инди быть лицом, у них много денег все равно не будет, и вот какую-то хотя бы, какие-то хотя бы данные он, пока оставляет в открытом доступе, пока Steam опять что-нибудь не поломает. Не, ну, то есть, более подробную информацию можно получить, если ты патрон Steam Spy, а ты, по-моему, там, ну, не знаю, 4 бакса в месяц, или 10, то есть, это все равно в разы на порядке меньше, чем исследования, вот, NPD, SuperData, какие там еще есть, AppAny, не знаю, всяких, куча других таких фирм, вот, если ты заплатил 10 баксов, чтобы вот провести раз, вот так вот исследование с помощью Steam Spy, а там же очень много инструкции, инструментов по странам пользователей, ну, предпочтениям жанров и так далее, то есть, не просто вот там только, если вы думаете, что там только циферки про количество овнеров у каждой игры, то нет, там много чего есть, интересно. Я не уверен, что все так просто, что достаточно просто на Патреоне задонатить, и он там все покажет, потому что, ну, вот, в том подкасте, который я слушал, он говорил, что там он чуть ли не там несколько тысяч долларов собирается за это просить, но, возможно, передумал с тех пор, то есть, ну, в статье вроде про это речь, ну, пока это, по крайней мере, не имплементировано, вот, сейчас ты либо смотришь так, и, в принципе, там даже в открытом доступе достаточно интересных инструментов, либо ты донатишь немножко на Патреоне, и там уже все инструменты, а опции за несколько тысяч, пока я не видел, еще Галин, Галинкин пока не реализовал это все, вот, но, блин, я рад за то, что вот это все происходит, потому что, действительно, такой инструмент, он незаменим, и без него было бы гораздо хуже, несмотря на то, что теперь он будет менее точным, ну, он будет достаточно точным, наверное, вот, ура! Теперь, теперь пора, наверное, перейти к, ну, так, ну, ну, такой, не новости, а к, просто мы об этом не говорили, раньше, или говорили мало, про Роскомнадзор и Телеграм, и про всякое такое, вот, теперь, наверное, все-таки, ну, во-первых, потому что мы тут, с Колей, в Беларуси сидим, и нам, как бы, не, не, но я за Родину переживаю, но, в смысле, мы не испытываем эффектов тут никаких, почти, вот, потому что у нас-то ничего тут не заблокировано, хотя были какие-то технические проблемы в начале, но потом, вот, но, теперь вот, митинг прошел, довольно-таки, многочисленный, ну, митинг, да, там, но я даже, я не хочу про политотуру, потому что, ну, хотя это как раз то, за что, за что ругают, там, людей, очень смешно, то есть, есть там всякие модные издания, то есть, модные онлайн-ресурсы, которые, вот, они не за политику, то есть, они там, они, да, митинг, он не против власти, он просто против блокировки Телеграма, но это такое, такое, а-ха-ха, что просто я не могу, ну, да, смешно, конечно, чуваки считать, как там люди пишутся, вот, да, но они, они там все молоденькие, но с другой стороны, ну, бля, даже если ты молоденький, как бы, по-моему, понять связь, очень просто, ну, и, ну, и не знаю, ну, то есть, если, если уж ты считаешь, что это никак, там, не сидит, точнее, если ты, хочешь, чтобы все думали, что ты считаешь, что это никак не связано, ну, просто молчить, тогда я не знаю, ну, как бы, не, незачем выставлять себя, там, дураком, прочее, ну, не знаю, как бы, там, ну, в общем, ну, 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 я сомневаюсь, прям, кто-то, вот, кто-то там, в погонах потребовал, от, ну, не будем называть, короче, имена и ресурсы, но вот от этих людей, они просто выразить там свою, ну, свой патриотизм, типа, мы не экстремист, мы, мы просто за то, чтобы у нас PSN работал, потому что, да, PSN не работает, там, или плохо работает, eShop, не знаю, вот, Илья, у тебя работает eShop, вроде окей, без VPN, и телеграмм работает без VPN, но телеграмм у всех он работает без VPN, потому что телеграмм, до сих пор не смогли сломать, вот, а многие другие сервисы, к сожалению, нет, были проблемы, вот, с гуглом, но такие, не то, чтобы там, целый день не работало, не, ну, в принципе, у людей полностью не работает, там, PSN, у людей не работает eShop, с Xboxом все попроще, я так понимаю, потому что, ну, Microsoft, там, Windows и так далее, если у них IP-адреса начать банить, наверняка, наверняка будет что-то похуже, чем просто, вот, нет доступа к Xbox Live, короче, вот, а Sony, ну, там гораздо проще, только PlayStation, и все, вот, и да, короче, ну, если вы, чуваки, дорогие слушатели, и зрители, не видите связи между политоту и телеграмм, то, ну, не знаю, чё, чём сказать, чём сказать, она и хранит вас Бог, ну, вам везёт вам, типа, потому что, ну, вы, наверное, много чего другого, тогда не видеть, ну, может быть, вы видите что-нибудь интересное, может быть, да, сообщительно в комментариях, да, там по неведомым дорожкам, как там, в детстве, там это гуляют, черти в восстоножках, если вести в восстоножках, и всякой прочей интересной вещи, если у вас есть идеи по поводу того, как предотвратить вот такие ситуации, в будущем, даже если эта ситуация с Телеграмом, Роскомнадзор, она там разрешится, потому что, ну, похоже, похоже на там, ну, по-моему, разрешится, потому что там Роскомнадзор решил уже разблокировать, там, миллионы адресов, можешь потом ещё разблокировать, потом PSN заработает, вот, а Телеграм, он как работал, так и работает до сих пор, вот, но, как бы, ничего не мешает провести это как-то, можем повторить, следующий год, да, это, как у Шварцев, в Драконе, это же всё-таки великая абсолютно, это сказка, что не так, не мытьём-то, катанем, не так, не так, не так, так этак, а может быть, вы его и убьёте, когда там, Ланселот собирается с драконом драться, то есть, это, в общем, таким образом, в общем-то, моя Родина, так она и живёт, не так, не так, так этак, ну, в общем, понятно, ну, так, в общем, да, если у вас есть какие-то другие идеи, по поводу того же, типа, вот, как предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем, без смены, там власти в стране, ну, в этом высказываете, люстрацию, да, ну, люстрация, это, конечно, это вот, это, это неотъемливая часть, потому что, а то будет, я к Украине, а то там сейчас, как и заберем, насколько мне, насколько мне известно, надо было там люстрацию проводить, вот, глядут, замечательный, замечательный тут флаг на миссинге, что типа, don't threaten me, и с, с змейкой, вот, а, змейка, змейка я очень люблю, ну, и да, там были замечательные знаки, плакаты, там, что типа, PSN, ну, помер за нас, это на бессмертный полк, по-моему, да, в боях, да, да, PSN в 2018 году, в России, вот, я не знаю, что еще сказать, в общем, да, у меня, как у человека, который постоянно, да, вот такая хуйня, у меня у человека, как постоянно, который постоянно сидит дома, который был там на миссинге, серьезном, в своей жизни всего один раз, и один хлопчик, он Николы, Николы не выходит дома, да, да, в общем, не то, чтобы там, я мог дать какие-то советы, вот, я думаю, что, есть люди, у которых есть гораздо более полезные советы, чем у меня, бьюсь я к моему экстремизму, естественно, чуваки, все исключительно, мирно, вот, ну, не делайте что-нибудь, короче, опять же, опять же, говорит чувак из Беларуси, который вот уже много лет тут ничего же бы не делает, и не планирует, но, да, да, у нас это тоже, как бы, интернет, ничего не застраховывал, недавно приняли закон об онлайн-СМИ, по которому, ну, в общем, а, ну, да, по которому, собственно, как главное, можно блокировать любой сайт в досудебном порядке, как в России уже, я не знаю, сколько это возможно, пару лет, вот, у наших, почему-то, как в России, да, наши почему-то только сейчас додумались, сейчас начнут, крючек, блокировать, не знаю, посмотрим, ну, просто у нас, понятно, у нас страна поменьше, у нас нет столько, столько чиновников, которым нужно оправдать свое существование, скажем так, вот, свою там работу, свою зарплату, вот, у нас, как-то, более, более спокойно, но, опять же, ничего, ничего не предвещало, беды, а потом она и возьмет, звучит, ой, да, 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 минует, да, вот, а что, что нас не минует, это, когда последняя новость, нас не минует, радолет онлайн, радолет онлайн, я не знаю, почему я поставил, последнее, не перед телеграм, неважно, вот, китайцев, мобильная, командный конкурс, мы ее все так долго ждали, и, наконец-то, она выходит на, смартфонах и планшетах, но это, как, починка, автомат по кастливанию, да, не знаю, что-то Юрия, короче, нету, в ролике, без Юрия, не окей, но есть кировцы, конечно, кировы, точнее, вот, и наверняка там будут, да, собственно, вот танки, господи, как они называются, танки, мамонт, мамонт, да, танки-мамонт, я надеюсь, что будут танки-маммут, танки-маммут, а вот Юрия, слушайте, все нормально, ну, Юрия есть, не тот же актер, наверняка, и я надеюсь, что там будут танки-призмы, кое-что, как же, призмы против мамонтов, собственно, вот, блин, печально, конечно, печально, потому что, кто-то там, пару лет назад, и сказала, что, а, ну, мы больше не будем разрабатывать common конкурсы, отменили там, нормальную стратегию, которую делали, а теперь вот, это все превращается в мобильную гачу, там наверняка можно будет достать из лутбокса Юрия, там, пятого уровня, и потом его апгрейдить, очень много. Играю в гачу, не тужу, не плачу. Да, но с другой стороны, я вот подумал, когда вот эта новость появилась, такой, подумал, что, если бы Blizzard выпустил там, значит, мобильную игру, в которой можно было собирать, можно было бы собирать, все там, не знаю, Зулджинов, с пяти звездами, то я бы, наверное, играл, ну, играл в кавычки, а потом нажимал, короче, на кнопки, чтобы вот эти персонажи получать, так что, ну, наверное, я понимаю вот это все. Я не такой фанат Юрия, чтобы искать его в лутбоксах, но, наверняка, люди такие есть. Опять же, может потом лутбоксы запретят, но за другой стороны это в Китае, так что, ну, Китай, посмотрим. Придет, наверное, и к нам, естественно, к тому, что, я не знаю, насчет фан-базы Common Conquer и Red Alert в Китае, вообще там, есть, интересно, интересно узнать вообще, потому что, все-таки Red Alert такая, тема интересная для Китая, вот, ну, да. Можно было бы еще, кстати, поговорить, да, по поводу Северной Кореи, там, мира, которые подпишут, как бы в этом году. Ну, если кто-то мы не подпишутся. Ну, подпишут, она их лучшего, просто все это, то есть, как сказать, корейцы по обе стороны границы, они просто поняли, что, Трамп, там, сейчас он может вполне, там, зафигачить, там, атомную бомбардировку Северной Кореи, что отравит очень сильно Южно, что ему, в общем, и решили как-то, там, как бы мы, хорошие мы или плохие, мы все хотим жить, корейцы, они договариваются сами. фарцовщик Акула, фарцовщик Акула, который избивал жену черенком от лопаты, потом это подарила, убила ее кота, подарила шампунь своей возлюбленной, один раз в жизни сделал ей ночью бутерброд с селедкой, вот, она потом проплакала все от любви и нежности к нему, вот это то же самое. Ну да, как бы, вы же понимаете, что вот при заключении мира с Ким Чу Нэном ничего не станет, он будет такой же улыбчивый и упитанный, несмотря на то, что он там замарил людей и расстрелил его зенитками, вот, поэтому, но с другой стороны, действительно, никому больше там смертей не надо и столько десятков лет войны официальной, которая в этом году может закончиться, это очень даже неплохо. Вот. Я прочитал интересный интересное мнение на этот счет, что вот несколько недель назад там, по данным разведки, по данным со спутников и так далее, случилась крупная авария на ядерном объекте Северной Кореи. Несколько чего назад? Несколько недель назад. Или пару месяцев. Ну, в общем, в этом году. И очень крупная авария, там прямо обрушилась нахер, ну, все, что было внутри горы, все, что прятали там. И, ну, естественно, так как это Северная Корея, неизвестно, что там, кто, сколько людей погибло. Что конкретно обрушилось, но это, это вообще напоминает Стартрек 6 кино, там, когда у Клинганов что-то взорвалось, и они стали на этой почве заговорчивыми разомер. то есть, я не кто-то взорвалось, у них планета праксис взорвалась, на которой Energy Production. Ну, я к тому, что, возможно, да, как бы, все, все исследования, там, язерная и Северная Корея, они были сконцентрированы в этом центре, и, ну, Северная Корея, это все-таки не та страна, в которую едут все ученые, которым интересно, значит, заниматься такой херней, и вполне возможно, что там просто, ну, весь костяк ученых там погиб в этом обрушении, и, ну, как бы, и все. И не то, что там задержка в разработке ядерной бомбы у Ким Ченена случилась, а просто все, ему уже никак ее не сделать, вот так вот. Ну, то есть, вот такая теория, и поэтому он стал. Это вполне реально, то есть, обычно всякие диктаторы и тому подобное, люди, они... Ну, поняли, что другого выхода нет, наверное. Не становятся разговорчивыми на месте. да. Становятся разговорчивыми, когда вот такая вот хрень, поэтому... А потом я уже себе додумал, что, чуваки, был-то... Это была диверсия. Да, случайно, что это не взрывается. Был реальный Сэм Фишер, который пробрался в Северную Коре и устроил там вот это все, и устроил мир на земле, прямо как в любой из частей в Сплинтерселл, да, все происходит, когда Сэм Фишер незаметно, значит, без публикации в прессе устраивает всякие штуки и спасает весь мир. Было бы интересно, конечно, узнать правду на этот счет. Мы никогда не узнаем. Да, поэтому переходим к релизам, которых на этой неделе было довольно много. Ну, как, много. Про Фрост Панк мы уже сказали. Если вам интересна эта игра, ну, выживать стратегия в снегу, очень даже ничего, вот 85 на Open Critic, я согласен с этой там цифрой, и обязательно, обязательно взгляните на наши видео. Я там все, в принципе, почти стараюсь без спойлеров про игру рассказать, потому что там очень важно на самом деле, без спойлеров в нее погружаться, потому что это не такой, как SimCity, City Builder, а сюжетный. Вот. Battletech, которая вышла там еще несколькими днями ранее, это почти полностью настольная игра, очень медленная, она очень походовая, очень настольная, очень комплексная. Но нам тоже понравилось, у нас есть видео, идите, посмотрите, вот, и многим людям тоже нравится. С другой стороны, после релиза через несколько дней, естественно, в ней нашли там кучу довольно неприятных багов. Спасибо движок Unity, и спасибо там не только ему, вот. Наверняка, если вот вам прям не свербит больших роботов погонять в лизометрии. Unity, это как это, как Санкс Обама, но... Да, спасибо Unity, вот. В общем, ну, можно, наверное, немножко подождать патчи и так далее, если вот хочется поиграть, но не сильно. Далее вышла роглайк, роглайт штука под названием The Source of Ditto, которая напоминает там некоторые старые Зельды. У вас есть, вот, тоже в изометрии, есть 4 дня внутреннеигровых на то, чтобы подготовиться к встрече с главным боссом, и за это время там можно, как в последней Зельде, облегчить, короче, убить нескольких мини-боссов и облегчить себе финальную битву, вот, очень прикольный, а очень прикольно это все выглядит, и, ну, тут оценки не слишком высокие, людям не нравится то, что игра прям все отнимает, когда ты умираешь, ну, как бы, это как кому, вот. Прогресс, это все-таки, ну, жанр, как бы, такой, поэтому, не знаю, что за эту игру ругать, но, она людям не нравится, у всех есть свое мнение, вот. Я не играл, поэтому ничего не могу сказать, нам не дали ключ, так что пошли нахер. Вот. Зато, зато, на этой неделе наконец-то вышла игра по названию Pizza Titan Ultra, в которой мы получили ключ, и, кстати, да, про BattleTech, наверное, было тоже сказать, что мы получили ключ, ну, в общем, вот. И Pizza Titan Ultra, у нас было видео еще в начале месяца, и это очень клевая аркадная штука, как Crazy Taxi, только про робота, который заставляет пиццу большого, вот, и там очень интересные, ну, не интересные такие, ну, смешные персонажи, много-много отсылок в поп-культуру 90-х и прочих годов, и просто в это очень приятно играть, вот, пиццу разносить там, значит, оптимизировать свой путь по уровням, очень похоже по структуре на Crazy Taxi, так что, да, обратите внимание. Это ревью они не добрали, я смотрю. Ну, потому что всем похер на такие игры, в наше время, надо же там в папу войны поиграть и так далее, а вот, собственно, видеоигры уже никого не интересуют, к сожалению. Ну, короче, ну, что делать? И это, естественно, инди-студия очень небольшая, денег на маркетинг нет, поэтому продвигаем вот мы в подкасте, который посмотрит две сотни человек и послушает чуть больше. Battle of War, да. Вышла в Early Access игра по названию It Lurks Below от Дэвида Бревика. Дэвид Бревик это создатель Диабло, так что не хухры-мухры. С одной стороны, с другой стороны, ну, вы сами вот видите, игра эта выглядит, ну, примерно, типа, как Тирайя или Старбаунд, только там меньше крафтинга, меньше всякого такого, больше экспоринга подземелья и битв с боссами и монстрами. И выглядит она, ну, специфически, короче. Я не знаю, я, мне вот, даже не смотря на то, что она от Дэвида Бревика, я в нее играть не хочу. Не хочу. Ну, а если вы на счет такого жанра не против посмотреть, то, пожалуйста. Далее вышла интересная штука, называется Zero K, это стратегия, которая вдохновлена Total Annihilation и Supreme Commander, она вышла в Steam, и она полностью бесплатна, абсолютно бесплатна. Сделали ее, значит, фанаты, собственно, Total Annihilation и Supreme Commander, которые, ну, для которых сейчас не выпускают стратегии, понятно, или почти не выпускают. Специфически это игры, надо сказать, то есть, надо очень сильно любить RTS, но, если в случае, Total Annihilation, ладно, но Supreme Commander, конечно, вот, когда там в космос, то есть, когда там они уже совершенно насекомые, все эти юниты становятся, и ты так смотришь на них и, блин, думаешь. Ну, это как вот, когда там казаки, вот, они там говорили, у нас, у нас там 10 тысяч юнитов на поле боя, блин, а я вот, ну, да, я даже не знаю, да, ну, это, конечно, хорошо, но любители. На любители, тут вот, конечно, естественно, игра полностью бесплатная, сделанная фанатами, поэтому выглядит ну, так, как, там, 10 лет, не важно, вот, это все платные опции, которые вы видите на экране, это просто, ну, спасибо сказать, там, можно заплатить 6, 12, 22 в акции, неважно, вот, ну, тут написано, что в игре больше сотни юнитов, в игре 70 миссий, там, в компании, которые можно компанию проходить в одиночку и в кооперативе, есть мультиплееры, всякие реплеи и турниры, господи, все есть, короче, то есть, если вы фанат Planet Total Annihilation и Supreme Commander, олдкульный, то не пропустите, вот, я нет, поэтому, я пропускаю, бейтинг-стоук, опять же, roguelike, roguelike, вышел, который я просил, ключ нам не дали, спасибо, в общем, до свидания, но, выглядит она интересно, про, есть такой, город в Британии, бейтинг-стоук, и внезапно в нем, короче, завелись эллины и зомби, я знаю, что в этой игре можно в них кидаться отравленными кебабами, уже неплохо, вот, и, это не просто экшен, там какой-то стелс еще добавлен, так что, да, вот, на стиме прям очень позитивные отзывы, посмотрите, посмотрите, если вы, короче, любите этот жанр, также, для любителей другого нишевого специфического жанра, а именно, для любителей мультиплеера, Assassin's Creed, Тарак, и, как там еще эта игра называлась The Ship, в общем, когда на одном уровне собираются люди и пытаются друг друга убить, но вида не показывают, вот, это, ну, короче, как, как Hitman, ну, да, окей, как Hitman, такая мультиплеер, ну, может быть, может быть, в общем, называется игра Murderous Pursuits, и у нее тоже, ну, позитивные, довольно, отзывы, вот, и в ней нужно делать именно вот это, вы там, значит, собрались с, значит, 8 человек, и много NPC собралось в каком-то, я так понимаю, каком-то летучем, здоровенном корабле, или, может, плавающем корабле, по-моему, летучем, и вы там внутри пытаетесь найти и убить свою цель, и при этом не выдать себя и, ну, не быть сами убитыми, вот, очень забавная штука, я видел, как люди играют в такие мультиплееры, опять же, я не фанат, но, как бы, насколько я знаю, в Assassin's Creed'ах последних этого мультиплеера не было, так что, типа, спрос есть, вот, посмотрите, далее вышла игра по названию Monster Prom, это такая визуальная новелла, кооперативная, немножко там RPG элементов, все такое, я понимаю, что это пром, это, конечно, выпускной балл, но, я подумал, да, что Monster Prom, это что-то такое советское, то есть, если что-то я бы в советскую версию поиграл, точнее, я бы в советскую версию поиграл, а в эту, ну, наверное, не буду, ну, то есть, типа, как симулятор свиданий для монстров и с возможностью кооператива, ну, то есть, здесь есть там юмор в письме, есть интересные или не очень персонажи, ну, как бы, там, гемплея там немного, вот, тут такая штука, тоже, специфическая, специфическая, на этой неделе много специфических штук, и опять же, следующее, тоже довольно специфическое, мультиплеер, стердью, стердьюали, как там, говоришь, все, rip my time, то есть, в стиме, нужно там, выбрать, бету, бета-версию, вы скачаете обновление, у вас появится, мультиплеер, стердьюали, стердьюали, это как, ну, как известно, и так пожирала, игру, самая, самая нинтендовская игра, которая не является, не является нинтендовской, то есть, вы там, можно ферму свою обустроить, можно жениться на NPC, там, завести собальщик, и так далее, а теперь это все можно делать мультиплеер, ну, и, короче, все, пипец, вот, и на ИЧО, почему-то в стиме не упал, я не знаю, что за, что за мода, короче, игру выпустили на ИЧО, за 20 баксов, а в стиме нет, как она называется, смешно, это чтобы, это чтобы попасть, короче, вот, в обзоры, в обзоры обскурных игр, к баршу нашему, я не знаю, короче, да, игра называется Beacon, это экшен, тоже, roguelike, roguelike, вот, почему, я на нее обращаю внимание, не знаю, то, что она не вышла с теми, выглядит интересно, вот, она там сделана, с большего, одним человеком, и, если вот так вот, посмотреть на трейлер, уже по трейлеру, понятно, что служит внимания, не знаю, я так понимаю, что, похоже на синтетик, по скамешету, да, какой-то типа, синтетик, транзистор, и все такое, вот, ну, интересно, интересно, и я надеюсь, я так понимаю, что на ичо, у них, как бы, early actors, вот, и когда-нибудь они выйдут, но они, ну, все знают, даже бы потом выйти на стим, ну, как бы без этого, вот, они выйдут на стим, и уже в полную версию, я буду готов, поиграть, посмотреть, на спич, да, ну, не знаю, там, типа, если там, действительно, один человек этим занимается, ему будет сложно, да, можешь потом, вот, и, нужно рассказать о том, что будет у нас на следующей неделе, наверное, будет, или на следующей неделе, и на последующей неделе, а может, на этой неделе вообще еще не будет, я устал, а может, нет, не знаю, ничего не буду обещать, но, у меня уже есть игра под названием, Coltis Simulator, это, такая виртуальная настольная игра, от, одного из создавателей, Fail Better Games, который ушел потом из этой студии, и сейчас, вот, делает Coltis Simulator, со своей женой, а Fail Better Games, известно, по играм, Fallen London, и, Sunless Sea, и, все такое, короче, там, очень интересно, все написано, но, не более того, я немножко уже успел, поиграть, в Coltis Simulator, это там действительно, очень интересно, все написано, и, посмотрю, как в этом можно разобраться, потому, что там, ну, такая, ну, вообще, механическая, необычная игра, я в такие, ну, то есть, может, для настолок, более-менее, но, я в такие, почти не играл никогда, вот, если в ней разберусь, то выпущу о ней видео, хотя, выходит она когда, 31 мая, то есть, вообще, замечательный чувак, гейм, разобраться можно, да, я ему написал, и через, ну, у меня была сессия, короче, рассылки писем, по поводу того, что дайте ключ, я разослал где-то, не знаю, писем 10, может, ну, майские игры, короче, просил, ой, это чувак, полчаса ответил, говорю, вот же, все, вперед, я такой, спасибо, я говорю, я не ожидал, что вы мне прямо сейчас ответите, у вас релизит по 31, так что, может, через пару недель и сделаем видео, пока что, спасибо, еще раз, вот, далее, City of Brass, игра выйдет, на которой мы, собственно, уже делали первый взгляд, но, это был такой, типа, мини-стрим, и, это было давно, она была в реакции, что изменилась, да, 4 мая, она выйдет, собственно, из Relyaccess в релиз, и это, уже тогда был, довольно неплохой, этот, руглайк, вот, поэтому, да, я очень хочу посмотреть, на релизную версию, которая будет уже, там, через 3 дня, и, уже на следующей неделе, Pillars, Ветернити 2, чуваки, Deadfire, похоже, что мне не пришли ключи, собственно, до релиза, но, что делать, я как-нибудь так справлюсь, на самом деле, ничего страшного, это все-таки Pillars, Ветернити, есть шанс на то, что она просто так будет хорошей, вот, не знаю, сколько мне придется наиграть, часов до, до записи, первого взгляда, потому что, в первую, наверное, надо было часов 10 играешь, чтобы что-то понять, вот, но, да, короче, такие вот дела, посмотрим, что у меня получится из этого сделать, не знаю, есть, есть шанс, что ничего, но, ничего конкретного не буду вам говорить, вот, огромное спасибо, Илье, за то, что пришел сегодня к нам, и рассказал про Switch, ой, про, ну, Nintendo Lab и все-таки, всякое такое, вот, огромное спасибо, Коле, за то, что пришел, тоже просто, и огромное спасибо, слушателям, зрителям вам, дорогие, за то, что вы слушаете, там, лайки ставите и так далее, и, если вам понравилось видео, ставьте лайк, если не понравилось, ставьте дизлайк, в комментариях, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал, на SoundCloud, на YouTube, где угодно, лучше на YouTube, у нас там другие видео выходят, вот, читайте нас в Twitter, там новости, и, если вам прям очень нравится, то, что мы тут делаем, у нас есть Patreon, когда можешь зайти, дать там денег, на развитие проекта, и получить доступ, к эксклюзивному, Telegram каналу, Telegram группе, точнее, вот, в которой общаются, все такие, ну, вообще, ну, ладно, ну, в общем, да, общаются люди, все меньше, да, очень сложно выдержать, там, значит, нахождение, вот, но, можно, можно, просто, там есть стикеры еще эксклюзивные, вот, и тем, кто уже дает нам денег на Patreon, огромное отдельное спасибо, вот, всем пока, всем пока, ciao, 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 Продолжение следует...